День соседей В поддержке главного управления Волоши уже выстроена схема взаимодействия между коммунальными службами, подростковыми службами и представителями Совета Украины, представителями Совета ГОМОН. Пожелания и просьбы жителей – главное в формировании концепции развития как региона, так и муниципалитета. Эта стратегия основана на принципе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Житель всегда прав. Таким образом, в Химках по инициативе горожан разработано множество масштабных проектов благоустройства общественных пространств, которые были представлены на выбор участникам форума. В частности, лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева рассказала о проекте капитального ремонта гимназии номер 23. В здании планируется внутренняя реконструкция для увеличения мест наших учеников. Соответственно, мы планируем на 15% снизить очередь по городскому округу Химки. Только поддержка жителей, выдвижение этого проекта, соответственно, даст толчок для дальнейшего развития и капитального ремонта нашего здания. Депутат Алексей Федоров выступил с проектом реконструкции горнолыжной базы Родина. Мой проект по реконструкции горнолыжной школы Родина заинтересовал жителей. Прежде всего, он понравился горнолыжникам, ну и также людям, которые любят проводить активные выходные. И в случае поддержки моего проекта со стороны жителей, возможно, реализация уже каких-то мероприятий в этом году. Кроме этого, гостям встречи рассказали о проекте благоустройства территорий вблизи ЖД-станции Ферсановка, Сходни и Подресково, где скоро пройдет маршрут МЦД-3. После представления проектов спикерами жители проголосовали за один или несколько наиболее актуальных для них вариантов. А также вместе с депутатами обсудили и другие вопросы по благоустройству придомовых территорий и работе управляющих компаний. Форум прошел позитивно. Есть еще несколько предложений, которые жители в ходе обсуждения выдвинули. Их, конечно же, необходимо будет прорабатывать. Я думаю, что и в том числе и эти предложения мы сможем в дальнейшем совместно с жителями обсудить и подумать о совместных реализациях. Такая совместная работа жильцов многоквартирных домов и депутатов позволяет организовать команду людей, вовлеченных в процесс улучшения и развития своего дома, двора и городского округа в целом. Продолжение следует...